Среди орловских силовиков региональная ОМВД традиционно первым подводит итоги года, а от статистики полицейских во многом будет зависеть отчетность других правоохранительных структур. Одним из главных итогов года в руководстве ведомства считают растущее доверие орловчан к органам правопорядка. В ОМВД поступило более 140 тысяч заявлений, сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, что на 4,2% больше, чем в предыдущем году. Контроль над криминогенной обстановкой – еще один положительный результат. Весь прошлый год кривая криминальной статистики медленно, но верно шла вниз. Количество административных преступлений уменьшилось на 4,7% и составило 8151. Впрочем, простым год для полицейских не был, а самые заковыристые уголовные дела вынудили просить помощи у столичных коллег. Таким было расследование убийства школьницы из Легочинского района. Подробности громкого дела стали известны далеко за пределами региона. Раскрыто вызвавшее широкий общественный резонанс убийство малолетней Гнедовой, 2012 года рождения, которое 18 июня без вести пропало в селе Казарь-Залегочинского района. Жесткий контроль за дорожной обстановкой позволил полицейским встретить 2022 год с положительной динамикой. Количество ДТП с пострадавшими снизилось на 12,2%, в которых погибло 70 граждан и 886 получили ранения. А число ДТП с детской гибелью полицейским и вовсе удалось сократить в шестеро. Единственный перескорбный факт случился весной в Покровском районе. Весь год сражи порядка не давали спуск не трезвым автомобилистам. В итоге число пьяных аварий удалось сократить почти в трое. Хочу поблагодарить руководство и личный состав управления Министерством внутренних дел Российской Федерации по Орловской области за профессиональную работу, добросовестно и ответственное выполнение служебного долга на благо Орловщины и ее жителей. Во второй части участники коллегии заслушали доклады с мест, а также назвали лучший территориальный орган полиции. По итогам 2021-го им стал Дмитровский ОМВД. Иван Суверин, телеканал Первый областной.